Здравствуйте, в эфире тема дня. В гостях у нас сегодня дизайнер и создатель собственного бренда смарт-одежды Елена Годис. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами снова говорим об одежде, но сегодня мы с ней, о ней говорим в аспекте эмоций. Ведь действительно, когда мы покупаем одежду, мы испытываем какие-то эмоции. Когда мы одеваемся, создаем какой-то образ, мы испытываем эмоции, мы хотим передать эти эмоции людям. А, собственно, вот как вызвать соответствие эмоций, которые мы хотим передать окружающим и которые действительно их испытывают? Спасибо, это очень хороший вопрос. И мне очень нравится сегодняшняя тема. Я думаю, что люди недооценивают силу одежды именно в плане эмоций. И тут все зависит от человека. Потому что на самом деле одежда, если ты сам не с помощью стилиста одеваешься сам, покупаешь одежду, просто даже утром сам открываешь шкаф и выбираешь, что тебе одеть, то одежда будет отражать твою внутреннюю сущность. И вот чтобы лучше понять истину, как нужно на самом деле, давайте рассмотрим крайности. Первая крайность – это когда, ну, я буду говорить женщины, это касается всех людей, просто мне это ближе, я женский бренд одежды выпускаю, поэтому буду говорить женщины. Неуверенная в себе женщина или неуверенный в себе человек, он стремится слиться с толпой, ни в коем случае не выделяться, не привлекать к себе внимание. И это одна крайность, когда человек становится просто безликим, там отсутствуют эмоции, его люди не замечают. Если ты, конечно, агент какой-нибудь разведки, то это хорошо. Но на этом все плюсы заканчиваются. Если ты не агент разведки, если ты живешь в социуме, ты хочешь с людьми взаимодействовать, контактировать, а твоя успешность будет очень от этого зависеть, ты должен вызывать определенные эмоции у людей. Только нужно подумать, какие ты хочешь вызывать у людей эмоции. И тут не нужно прятаться. И тут, наверное, не нужно уходить в другую крайность. Вот, очень хороший вопрос. Рассмотрим следующую крайность. Когда у человека эмоции через край, когда он себя настолько переоценивает, он просто не задумывается, что ему идет, что ему не идет. И вот такой яркий, знаете, этих людей называют жертвы моты. Вот просто... Но есть еще... И обычно в журналах их печатают. Какая-нибудь... Ну, иногда можно стать даже просто знаменитым, но это такая, знаете, знаменитость на уровне сумасшедшей в своем городе. Вот почти на грани. Когда эти люди такие вот яркие, как вот какие-то петухи, попугаи, там всего много, все и с избытком, и все это в кучу как-то свалено, бессистемное, без гармонии. Но есть вот средние варианты, когда, например, в нашем городе мы часто встречаем у нас красивые женщины. Они хотят выглядеть обольстительно, они хотят быть красивыми, соблазнительными. Но иногда, одеваясь и выходя на улицу, они, в общем-то, вызывают совершенно другие эмоции у окружающих. Причем не только у женщин, которых можно было бы обвинить в зависти, но и у мужчин. Ну, знаете, в этом есть много положительного. Ну, во-первых, вот мы все рождаемся голыми, и чтобы, ну, у животных это как-то представлено с помощью перьев, там, шерсти. И животные при встрече по запаху и виду знают, что друг от друга ожидать. А мы, люди, не знаем. И вот когда человек без помощи стилиста или дизайнера одевается, мы знаем, что ожидать от этого человека. Вот. Но если ваша задача, ну, вот человека, который вот выходит в мир, если ты не сидишь целый день на диване, а просто выходишь даже просто в магазин куда-нибудь, на тебя уже будут смотреть люди и обязательно будут испытывать какие-то эмоции. И вот тут нужно просто, ну, чем умнее человек, тем лучше он одевается на самом деле. Потому что, знаете, вот можно нарисовать такую цепочку. Эмоция, потом логика, а потом какое-то действие. И вот у людей из последней крайности рассмотренной, у них логика просто отсутствует. То есть сначала идёт эмоция и сразу переход к действию. Мне нравится красное платье. Неважно, что оно мне мало, я им обтянусь, и побежала такая красная пышная сарделька. Ну, как пример. Ну, та первая крайность, это, наверное, та, которая отсекает эмоцию. А первая крайность, да. Когда там такая маленькая, хиленькая эмоция и такая большущая логика, не всегда правильная. Она такая просто большая по сравнению с эмоцией. И она забивает эту эмоцию. Это такое безэмоциональное, вот когда мы рассматривали серых мышек. В идеале должны быть эмоции у человека. Но в чём заключается логика? Что делает умный человек, ну вот одеваясь, например? Он начинает контролировать эмоции. Контролировать эмоции – это не значит их забивать, как вот у серой мышки происходит. А это значит просто смотреть, какую из этих эмоций ты пустишь дальше в действие. Это, знаете, логика – это такой фильтр. Эмоция – действие. Чтобы это не было в винегретом эмоций. И вот тут мы сейчас подходим к сути вообще всей нашей передачи. Какие эмоции стоит отпускать в действие? То есть какую одежду мы по факту купим в магазине или достанем из своего шкафа сегодня, оденем? Давайте их рассмотрим. Вот просто список небольшой эмоций и посмотрим, что у нас получится, какие из них мы пустим в действие. Ну, например, надо всю одежду обязательно на себя одеть. Все-все-все сразу? Нет, не все-все-все сразу. Можно по очереди. Просто чтобы понять, какая будет эмоция. Ну, в некоторых платьях ты сам себя видел, это уже не обязательно одевать. Хотя иногда хорошо, вдруг ты что-то забыл там и хочешь испытать. Вот одев на себя платье, нужно подойти к зеркалу, ну, брюки, неважно, костюм. Ты должен подойти к зеркалу и посмотреть, вот что первое у тебя возникает, когда ты на себя смотришь. Например, вау, я в этом моложе. Или вау, у меня сейчас такая тонкая талия. Или я просто королева. Тут еще нужно иметь вот эту способность видеть вау, потому что если мы возвращаемся к первому типу, это люди, которые в первую очередь видят свои недостатки. И они их стараются прятать. Трудно помочь этим людям, должна я сказать. Я все-таки не профессиональный психолог. Но старайтесь прислушивать, не забивайте эти эмоции. Если вы искренне себе нравитесь в какой-то одежде, вот лучше пусть даже вы рискуете перебрать что-то, но все равно купите эту одежду или оденьте ее, если вам кажется, что вы в ней моложе, что вы хорошо в этом выглядите. Вот то, в чем вы себя чувствуете королевой. Пусть даже у вас немножко недостает вкуса. Но предположим, что такая женщина, попав в магазин, если мы действуем, считаем, покупку, к примеру, вещи, у вас по факту будет целый шкаф вещей, не просто вещей, которые вы уговорили себя купить, потому что это надо, ну это логично, а у вас будет шкаф счастливой женщины. Это очень важно. Да, и вы по факту каждый раз, выходя из дома, будете чувствовать себя королевой. Я точно знаю, от этого жизнь изменится в лучшую сторону. И просто вы потом поймете, что привлекаете к себе внимание людей, ну не надо быть прям слишком яркой, все-таки надо вот помнить про эти две грани и держаться от них подальше, от обеих грани. То есть стремиться к гармонии, к середине, золотой, к истине. Вот. И тогда у вас действительно сформируется даже вкус и гардероб. Помните всегда о гранях, отталкивайтесь от них, не приближайтесь к ним, тогда вы будете в золотой середине. Но вот эти эмоции, что я красавица, я вот прекрасна в этом, вот развивайте их в себе, услышьте их, не забивайте их. Это главный принцип. Но как разбудить эти эмоции? Я понимаю, что к вам, как дизайнеры, очень часто приходят люди, которые начинают включать свою неуверенность в себе, наверное. То есть говоря, это мне не пойдет, такое я не ношу, с этой длиной я не буду работать. Как развить эту уверенность в себе с помощью одежды? Ну, к сожалению, это можно развить, ну это невозможно развить, находясь вне других людей, вот сам по себе. Это можно развить только, когда ты видишь реакцию людей положительную на свой образ. И чем чаще ты попадаешь в точку, тем чаще ты видишь вот эту реакцию положительную со стороны людей. Но здесь нужно обязательно понимать, что это за люди. Потому что иногда, вот я прямо вижу, придут ко мне в студию несколько подруг. Иногда это настоящие искренние подруги, которые конструктивно друг друга покритикуют, но и похвалят, если хорошо. Но бывает. Вот очень печально, что часто, очень часто, одна подругу необъективно воспринимает и старается ее, так знаете, чуть-чуть пригнобить. И вот одна может так прекрасно выглядеть по темплате, вот реально королева. И у нее глаза горят. И я, как профессионал-дизайнер, вижу, ну красавица. А подруга сидит прямо так с дивана и критикует. Вот нужно быть самой, ну хорошим психологом и видеть, какие люди, и на самом деле это тоже влияет на твою жизнь. И на самооценку в том числе, конечно. И на самооценку. Старайтесь избегать людей, которые не объективны к вам, которые слишком много вас критикуют. Кстати, часто так мужья выступают. Да, безусловно. Но вот если мы говорим об этой уверенности, то, возможно, вот первые шаги для людей, которые привыкли, ну скажем так, к стандартным цветам, к стандартным фасонам, возможно, первые шаги для обретения этой уверенности – это аксессуары. Абсолютно верно. И вот в наших с вами первых передачах мы говорили, что когда мы хотим выглядеть элегантно, нам нужно пользоваться базовыми цветами. И это никак не противоречит сегодняшней передаче. Легче даже понять, вот выстроить правильный гармоничный образ, если ты оделся базово и потом понемножку вводишь какие-то элементы яркие или цвета. И на самом деле это вообще правило любого гардероба. Чтобы не было вот этого всего слишком, нужно, чтобы была база, а к ней ты по чуть-чуть добавляешь. Это эффект любого дизайна. Это, опять же, это трансляция какой-то мысли, какой-то идеи, каких-то эмоций. Ну вот у вас украшение очень оригинальное, мне кажется, нестандартное. Собственно, что вы в него, например, вкладывали? Я так рада, что вы про это спросили. Я его специально сегодня надела на нашу передачу, потому что это то, чем я сейчас живу. Я сейчас работаю над новой коллекцией, которая называется «Скифское золото». И это одно из украшений. Мне очень нравится история. И я хочу напомнить своим согражданам. Ну, историки, профессионалы об этом знают. А вот люди простые, они привыкли, что история Украины – это вышиванки. Это все гораздо более поздняя история. А на территории Украины жили такие интересные, вообще такие события происходили, такие культуры здесь были. И вот эти загадочные скифы, скифские племена… Подосновили вас на новую коллекцию. Да, я не буду сейчас говорить много, я столько всего изучила, что могу час разговаривать только о скифах и загадке истории. Нет, я просто закончу вот чуть-чуть, что я из золотой кожи делаю точные копии музейных экспонатов, которые были раскопаны на территории Украины, вот в скифских курганах. Вот этот орел, он был найден на территории нынешней Кировоградской области. И у них даже на гербе области сейчас изображен вот этот именно орел. Да, я его специально надела, там много будет интересного, но об этом чуть позже, когда будет готова коллекция. Всех приглашу одесситов посмотреть. Пока не будем раскрывать все карты. В завершении вопрос, понятно, что еще один способ психотерапии, да, это шоппинг. Очень многие женщины знают, как это помогает, но, к сожалению, вот когда многие покупки совершаются в эмоциях, потом, собственно, мы понимаем, что большую часть этих вещей мы или никуда не наденем, и они будут лежать мертвым грузом в шкафу. Как правильно выбирать нужные вещи? Шикарный вопрос, не могу дождаться конца, чтобы начать отвечать. Начинаете. Начинаю, потому что мы не те эмоции пустили в действие, потому что когда бестолковый гардероб складывается из того, что ты в первую очередь услышал эмоцию желания обладать. Вот желание обладать, да, вот, а логику мы не исключаем, у нас логика должна быть, и мы должны одеть на себя в примерочной эту вещь и реально посмотреть на себя, вот испытываешь ли тебе нужные эмоции, вот мне в этом хорошо, я в этом просто королева, я в этом моложе, я в этом стройнее, а еще очень классная эмоция, когда вдруг ты сразу себя увидишь, как ты в этой одежде, например, на работе, или ты пришел в гости, вот, это тоже могут подсказать эмоции. А если человек только видит эмоцию желания обладать, вот он где-то, кстати, опасность в том, что нам очень часто вот эмоцию желания обладать навязывает реклама, да, это бывает явная реклама, бывает скрытая реклама, и ты приходишь в магазин и просто вот схватил какую-то вещь, потому что ты видел ее в журнале, там где-то по телевизору мелькнула у подруги, а потом вот она не вписывается, и тебе не идет, и одеть ее некуда. Вот слушайте себя, и только в логике сделайте себе список эмоций, которые имеют право на дальнейшее действие. Я так понимаю, что, в принципе, гармоничный общий внешний вид, он как раз транслирует вот эту гармонию логики и эмоций в человеке. Да, 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 и нужно в себе воспитать и эмоции слушать свое сердце, а логика потом должна фильтровать, какие из этих эмоций мы пускаем в действие. Ну что ж, будем пользоваться всем арсеналом, который дала нам природа, это и разум, и эмоции, и чувства, и это будет, я думаю, красиво. Спасибо, и напомню, что в гостях у нас была дизайнер, создатель собственного бренда смарт-одежды Елена Годис.